Ухудшение параметров, точнее увеличение параметров приводит к более скорому ухудшению модели по Шварцу, нежели по Акаике. Но возвращаемся к нашим профилям, с которых и начинается агломерация, то есть второй шаг двухступенчатого анализа. Сейчас мы посмотрим, действительно ли на первом шаге до всякой агломерации двухступенчатый кластерный анализ имеет дело именно с профилями. Для этого нам надо увеличить потенциальное число кластеров, ну хотя бы до 21, а можно до 50, все равно он 21 выдаст. Также в аутпуте мы запросим PivotTables. И, собственно, можно запускать. Вот мы видим, что максимальное число кластеров, которые предлагает нам машина, 21 действительным. Но остановиться он предлагает нам на 5. Пока что мы не будем рассматривать то, что предлагает нам машина, а мы посмотрим, действительно ли эти 21 кластер распределят наших эспонентов именно по профилям. Еще раз запускаем. Устанавливаем количество кластеров. 21. Запускаем. Заметим, что качество модели оптимальное. Интерактивная табличка, которую выдает нам кластерный анализ, говорит, что качество модели выше некуда. Что же, посмотрим. Мы не поставили галочку о сохранении количества кластеров. Итак. Вот она, кластеризующая переменная. Чтобы убедиться в том, что действительно все наши респонденты попали в кластеры, соответственно, своим профилям, запустим PivotTable. CustomTable. Итак, что мы видим? Мы видим, что действительно каждый кластер, он идет слева, предполагает только одно сочетание. Первый класс сочетание 2-3, второй 2-2, 2-4 и так далее. Ни в одном кластере нету более одного сочетания. То есть, действительно, мы видим, что у нас респондент,